А какой КПД двигателя вы имеете? Ну, тот, что на шильнике. Ну, 87, там 93. А вот, говорит, 87 плюс 40. Сколько будет? Как выучили? Ну да, 127. А что, КПД 127 бывает? Нет, не бывает. А что же вы пишете? Я говорю, не я пишу, вы пишете. Я такого не писал, это вы написали. Ну, а что же вы говорите, что вы экономили 40%? Да, я говорю. Ну, тот же вот 87 написан. Говорю, ну, забыли, х написано. Я говорю, ну, там дрова. О каком вы КПД вообще речь ведете? О том, что на шильнике? Ну, слава богу. Ну, говорю, вы меня извините, это какой КПД? КПД двигательный. Говорю, вот тот один идиот из нас. Дело в том, что 87% это КПД двигателем в номинальном режиме. А в рабочем режиме он? Да, теперь смотрим. Значит, проектировщик сидит, проектирует насос. Он посчитал, что ему на валу, надо, чтобы насос работал, обеспечивал негапараметры, если он выходил, да? Ему нужно 9,7 киловатт двигателя, да? Ну, это на валу. Так, а тут еще просадки напряжения, тяжелые пуски, перекосы по фазам и так далее. Значит, должен быть запас. Значит, он берет, посчитал, 12,5 киловатта нет. А 12,5 нет такого двигателя, да? Он принимает 15 киловатт стандартный и ставит сюда. Теперь берем котельную. Он уже заткнул сюда 15 киловатт. Берем котельную. Значит, котельную посчитали. Двигатель, вернее, насос нужен. Ему, ну, 2К6 мало, 3К6 немного. Ну, берем сюда с запасом. Двигатель выбран запасом. Насос выбран запасом. Когда включаем, с каким коэффициентом загрузки работает двигатель? 40%. 40%. А теперь смотрим. Естественно, характеристика по КПД у синхронного двигателя. Вот эти 87% в номинальном режиме. Вот он, 87%. А когда вот здесь мы смотрим, у него 37%, при котором он работает. Но 37 плюс 40, сколько получается? 87%. А? Нет, 77%. Почему? Потому что, когда мы меняем обмотки, у нас КПД становится вот таким вот. И он практически равен номинально при коэффициенте загрузки от 0,4 до 1,4. Вот отсюда экономия. Нет тут каких-то космических сессий. Так, отлично. Ну, я в Твердотопе с такой же ситуацией знаком. Там один в один все. Нет, это везде. Это же номинал меньше у КПД. Да. И на этом тоже многие, как говорится, это... Дело в том, что все оперируют эти цифры. Ну, ребята, подумайте хоть немножко на минутку. Ну, не идиоты здесь сидят. И нет тут никакой сверхъединичности. И быть здесь ее не может априори. И американцы сейчас, и класс энергоэффективности, и Е3, они построены на них. Сяфишка у славянки это выравнивание, как бы, вот это... Это одна из фишек. Это одна из фишек. Там есть еще и по косинусу, еще много чего. Кратность пусковых моментов больше, при меньше кратности пусковых токов и так далее, так далее. Там много-много чего есть. Вкусно.